Из планируемых 50 ледовых переправ в Якутии сегодня официально открыли только одну. По мере возрастания толщины льда поэтапно открывают новые и повышают грузоподъемность уже открытых. Однако не все водители пользуются официальными зимниками и пытаются сократить свой путь обходными путями. Но эти места хорошо известны сотрудникам надзора. В один из рейдов по выявлению нарушений сотрудниками ГИМС отправился Виталий Абрамов. Сегодня инспектора ГИМС ГИБДД совместно с административной комиссией работают по маршруту движения судов на воздушной подушке и выявляют несанкционированные выезды автотранспорта на лед. По признанию судоводителей, эту трассу они подготовили для себя и они не предназначены для движения автомобилей. Кроме того, они создают аварийные ситуации. Вашина уезжает и все. Баллон взорвали в том году на одной подушке. Баллоны дорогие, это все восстановление дорогое. Хорошо, что никто не пострадал в этот момент. Буквально за четверть часа были остановлены около десяти машин. Многие водители недоумевают, почему до них докопались. Вы в курсе, что 7 ноября вышло распоряжение главы города Якутска об ограничении выезда на лед, автотранспорт и пешеходов? А это что рыбаки-то? А тем временем на сегодняшний день на территории республики открыта только одна ледовая переправа в Сунтарском Улусе. То есть в черте города Якутска выезд на лед запрещен. Единственная альтернатива автовладельцам – паром с ледоколом, курсирующий ниже Жатая. Ближайшее открытие – это Хатас и Павловск республиканского значения через реку Лена. В настоящее время идет обустройство, уже обустроено три полосы и ориентировочный срок открытия для проезда легкового автотранспорта до трех тонн с 21 ноября. Но водители продолжают настаивать на своем и уверяют в прочности льда. А пассажиры сетуют на дороговизну тарифов у Ирбисов и говорят, что они вынуждены. Но были бы приемлемые цены, может и не садились бы в такси. А так тут в два раза дешевле. Между тем, самоуверенным водителям приходится оплачивать еще и штрафы. В период введенных ограничений предусмотрена административная ответственность. В виде административного штрафа на физлица от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч рублей до одного миллиона. А стоит ли это того? Сомнительно. Такие регулярные межведомственные рейды будут продолжены и не только по этому маршруту. Государственная инспекция по маломерным судам в очередной раз напоминает, что необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами. А пренебрежение правилами может стоить вашей жизни. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.